Деревья. Тень, укрывающаяся от солнца. Уберяющаяся от пронизывающих ветров. Деревья в литературе нам воду не давали вымываться почве. Они дарили нам жизнь. Но как добраться от одного дерева к другому? Теперь, когда между ними такое расстояние... Я вау зэс. Сказитель 13-го равона племени Мка. Единственный, кто выжил. Как и 12 других караванов до нас, мы должны были посадить дерево, в которое стало бы новым домом для тех, кто ищет спасения. Но как и все они, мы не справились. Пусть наша судьба послужит предостережением. Теперь нам, 14-му каравану, предстоит продолжить дело Мка. Сопровождайте своего ватаника до края света. Создайте новое прибежище, чтобы следующий караван продвинулся еще дальше. И продолжите наши поиски, которые когда-нибудь позволят 15-му, 16-му и 100-му каравану исправить глупость древних, из-за которой наш мир стал непригодным для жизни. То есть, все деревья испорчены, и они хотят их восстановить. Это интересно. Посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Поэтому давайте вместе с вами начнем. Но прежде всего, я хотел бы поговорить очень большое спасибо за помощь и поддержку нашего Ника. Спасибо огромное большое тебе. Великий низкий поклон. Очень тяжелая ситуация. Очень прям благодарен. Спасибо огромное тебе. Так, давайте начнем новый караван. У народа Мка есть поговорка. Младенцам кажется, что солнце вечно стоит в зените. Они не знают, что оно недавно взошло. Для нас, бесконечно-серон, под названием Витвы, существовало всегда. Хотя он возник всего 300 лет назад. Но мы успели забыть, какой чудесной погодой была до Фитхи. Они узнали из легенды о Умаме. Стремясь возгордить деревья, Мка отправили караван на восток внутрь Фитхи. Никто не ожидал, что они вернутся, ведь их задача была отыскать Умаму. Чая тень укроет нас от жестокой бури. Только представьте, унесение ветром, мудростью, стертая временем картина. На вечно утерянное знание. Я говорю о нас и наших телах, разум мире. Неужели мы лишь отбираемся на плечи великанов? Кто жили здесь до нас? Нет, мы несем их наследие вперед. Ну как они уязвимы. Хрупки, как кристаллы. Нежны, словно крылья бабочек. Не постоянны, как источник воды в пустыне. Я дарю вам историю Талулы, ботаника седьмого каравана. Возьмите это знание и дополните его приумножьте. Несите его другими, сделайте частью тканью мироздания. Ботаника седьмого каравана один из наших предков. Ага. Вскоре после нашего похода седьмой караван угодил у объятия бури Талула. Отбились от своего собратья и пытались найти укрытие. Оно оказалось погребенным под грудью песка. Когда ураган пришел, она выпила всю воду, чтобы была у нее с собой. Покойный, безвредный. Что? Надеюсь на нейтральное событие. Ага. Седьмой караван. Безвредный. Голодание. Без припасов караван не выживет. Если у вас скончаются припасы в уровне здоровья, ваш караванчик начинает снижаться. Припасы расходуются на каждый переход, при этом расход зависит от типа ландшафта. И высоты преодолеваемой теории солнца эффекта нет. Очки памяти. Собирайте воспоминания, вы получаете очки памяти, с помощью которой можно открыть новое усиление. В кристаллотеке перед началом нового путешествия. Понятно. Припасы нужны караванчикам, чтобы жить в Талуло. Осталось без припасов. И грозит опасность. Каждый ход расходует сколько-то припасов. Когда припасы у каравана заканчиваются, караванчикам начинают терять здоровье, что может привести к трагедии. Это цель текущегося задания. Вот здесь вот, да? Стрелка указывает направление с ней. И вы можете сделать это не точно, или вообще отсутствует, в зависимости от того, что вам известно. Так, нам сюда надо двигаться. Так, а сколько мы вообще можем ходить? Песок, пустыня. Но нам двигаться в любом случае надо. Ага. ПП у нас снимается. Здесь хотя бы есть... Часть кустов съедобна. Это известны всем жителям Аванда. И помогает караватам мука жить в пустыне. Их вкус оставляет желать лучшего, но караванчикам неприятливым. А уж то Лула и подавно. Ну да, надвиться. Так, прикольно она. Так, удерживайте правую кнопку, чтобы двигать камеру. Пока караван стоит на месте, используйте этим, чтобы найти интересные места и спланировать маршрут. Ваша текущая цель находится на юго-востоке. Так. То есть... Ага. То есть рассмотрите дальше, да? Понятно. Давайте еще, наверное. Цена. Так. Кусок. Унция большая. Так, отходим аккуратненько. Вы подобрали кусок кактуса. Когда вы находитесь в полезный предмет, он появляется в вашей панели. Общелкните по нему, чтобы добавить припасы. Караван. Пустынные земли. 8 еды показывает. Ну, у нас жук. Так, обзорная башня нам показала, что где-где нам. Так, плюс 5 еды. Так, надо... Столула ползла целую в вечность, но наконец-то добралась до моря песка, где разминулась со своим караваном. В рассказ, который она слушала с детства, часто упоминалось, что до наступления Фитхи эти пески находились под водой. Песчинки были остатками морских раковин, лежавшие на дне. Стоимость передвижения каравана зависит от типа местности. Порой бывает дешевле обойти трудную переграду. Ну да. Так, давай сюда. Вот жучара, да? А жучара чё? Песок. А он нападает вообще? Это жук. Так, здесь мы подбираем. Здесь уменьшаем, потому что здесь песка нету. О, вода! Талула не была удивлена, но ничего не могла поделаться с зачарованием. В конце концов, караванами двигала надежда на чудо. Обыскать. В пустыне не было места ханжеству. Талула собрала то, что осталось от груза. Однако, от него осталось совсем немного. Талула молилась. Ей показалось, что он слышал доносящий из песка стон. Порой барханы издавали самые странные звуки. Но она отбросила эту мысль. Когда увидела, как кто-то восстает у нее на глазах, защитник пережил бурю. Офигеть. Пути каравана поддерживает вера. В его успех это делает надежду жизненно важным ресурсом. Если она упадет до нуля, караванщики прервут поход и разбредутся в разные стороны. Многие ситуации могут дарить или отнимать надежду. Кроме того, уровень надежды может дарить усиление или ослабление в бою и вызывать разные события. Засохшие... Да, у каждого караванщика есть способность, которую он может использовать в странствиях. Чтобы перезарядить их, можно после использования вам нужно будет отдохнуть в городе. Распорядись им разумно. Поднять щиты и улучшает щиты всех караванщиков. на один бой, да? И источник жизни. Удобряет засушливые земли и растения. Это на расстоянии 5 клеток. О! Здесь бой, да? Так, а у нас что? Так, это получается. Удобряет. Ну-ка, давай проверим вот это вот. Отлично. Отлично. Ого! Ну, посмотрите. А кому? Так, давайте, наверное, Кулугону жизни добавлю. И нашей девочке. Так, хорошо. А когда в городе будет это все? Здесь не пройти. Нам нужно будет долбить его. А вот первая ядрачка. Жук. Уязвимости. Уязвимость чё? Спротивление. Непонятно, что у него. Давайте начнем. Кто вы входит? Вы только что вступили в бой. Это случается при столкновении с вражеско настроенным существами. Во время боя вы должны победить врагов и по возможности свести к минимуму урон, который получает шляны вашего отряда. У каждого из персонажей в бою есть показатель скорости, который определяет его место в очередь действия. Когда все персонажи выполнят свои действия, начинается ход новый. У персонажей есть показатель здоровья и щита. Щита восстанавливается в конце боя, а вот здоровья нет. Если здоровье персонажа пойдет до нуля, он умирает. Хорошо. Так, у него урона. 18 единиц урона? А, нет. Одна цель. Так, здесь у нас характеристики снижает получаемый физический урон, снижает от огня, 17 защиты у него, скорость, здоровье 9, пока что он такой. Ботаник у нас. Ботаник, ловкость, интеллект, шипы 7, 18, литургический яд. Ну, наверное, второй надо. И отравление идет, накидывает. Она здесь за целью. Урон, 9 урона, 12 же. Легкая мишель. Так, это не понятно, а это удваивает урон, получаемый от следующей атаки. Ага. Плохо. Так, значит, у нас давайте, наверное, литургический яд. Минус. А так. Давайте. Литургический бахнем. Щит разбит и урон. Ага, и он, мы его вырубили. Произведем первый удар. Тот. В ударе, да? Ну, то есть, в шоке. Мы можем еще снова. И мы его убиваем. Прекрасно, мы победили. Получили какие-то кристаллы или что? В пустыне водилось много хищников, однако, разведчики гигантов были защитником по плечу. Однако, исход этого боя решал многое. В мере, разведчиком вернуться в свою колонию уже через несколько дней сюда явился целый рой насекомых. Пару жизни заставляет нас носить упреждающие удары. Почему? Это вроде бы как слон, непонятно там какой-то. Этот муравьи гигантский, да? Ни один караван не готов бросить вызов Фитхе в первые дни своего странствия. Те караванщики получают опыт, который затем распределяется между членами группы. О, не романтия. Это великое искусство. Челкните по караванщика, чтобы потратить опыт. Подняв уровень караванщика, вы улучшите его характеристики и, возможно, атаки и навыки для исследования. Вы также можете получить новые. Потратьте опыт вашего каравана, чтобы повысить уровень его участника. Ага. То есть, в любом, да, плюсе он. Угу. Так, мы улучшили. И выберем что-то, что нам будет. Теперь вы можете выбрать дополнительный навык. Наносит на 50 меньше урона на следующий атаку. Споры Клеродии. 9 урона, 105 интеллекта, 105% интеллекта, единица урона заражения. Получает на 50 больше урона, на 7 урона всем союзникам. Если тот эффект действует в момент смерти. Еще наносит то есть, это не одиночный, а вот это вот еще цель, как видите, две. За ним тоже будет. Это заражение на всех накидывает. Кара мертвого дерева. Следующая атака получит защитник. Защита от дерева. Вот это вот очень заражение, это очень удобно. то есть, на многих. А здесь нельзя, да, его повысить, нашего защитника. Так, безвредные пока что, да, нам надо будет заработать, чтобы нам прокачать нашего слона. Видите, это все-таки слон, и получается там был здоровый муравей. Ну, здесь животные. Животные. Интересно. Интересно. А что в караване есть у нас внутри? Зочи. Так, по 4, видите, так, можно здесь сразу поменять? Да, я думаю, надо... А как можно поменять? Да, вот так, чтобы Кулугор получал звезделей первый, а Тулула уже была в конце, да, она все равно плюется, по идее. Это, ну, по идее, да. Так, тогда нам надо двигаться дальше. Так, что у нас здесь? Здесь какие-то животные? Отлично. А это что у нас? Кактусы. Не здесь, заросли. какие-то... Ну, двигаемся. Обычно МК говорят, что седьмой караван сгинует целиком, будет вечно спать под песками Ванду. Но мы, рассказчики, знаем, что не все бывает столь однозначно. Сумело Тула передать свои знания нашим предкам. Или еще это лишь домыслы Краснобаев. История, которая росла на протяжении многих поколений. А тяжесть этого вопроса ляжет на ваши плечи, как груз многих других откуда взялся Фитхи. Что стало у мамы, чья тень когда-то дарила прохладу всему Ованду? Как положить конец первому и вернуть второе? Вам предстоит проложить путь будущего поколения. Удаченько! Не теряйте надежду, ибо нечто не остановит караван идущий вперед, и даже смерть не станет ему помехой. На самом деле, караванщикам не могли дойти до ума, но никто не смог. Истинная цель похода была расширить познание в мире Фитхи и остальные племена, а потом взять ведущих скоробеев и отправить воспоминания к кристаллу Теку. Но внутри время шло, и надежда увяла, как зелень в стыне. Жертвы были слишком велики. Макар ждали знаков свыше. Быть может, это один из них. Мы называем это фрагментами. Древние артефакты известные племен сгинувших Фитхи, которые вырезали свою историю на камне. Есть караван, можно узнать, отчего Фитхи возник и как побороть его. у нас фрагменты здесь появляются. За исключением самой мамы, лучшей находкой для каравана являются фрагменты. Они позволяют выяснить, откуда взялся Фитхи и его как можно уничтожить. Помнишь бабочку, которую привлек свет нашего огня? Ну что ж, сказала она, лучше сгореть за секунду, чем жить в темноте. Могут ли бабочки мечтать? Понимала ли она, что сгорев осветит весь лес? Этот фрагмент озадачил наших мудрецов. Поэт оплакивает некий лес, но не упоминает, был ли он грибной или состоял из кактусов. Существует весьма спорная и сомнительная гипотеза, которая, тем не менее, подтверждает другие источники. Согласно ей, лес мог состоять из деревьев, что если в эпоху до наступления Фитхи у Ванда целиком покрывали город деревьями. Иногда как будто не хватает чего-то почему кто не проверил перевод странно. Когда я работаю с переводом обычно человек один переводит, другой проверяет, третий например может все уже передает уже данные в игру и все. То есть основная видка уже получена. Подтверждение такая это не знаю почему здесь так все наплевать скинула. Может у них какое-то другое понятие или может быть у них денег не хватило на перевод или на переводчика. так понятно окей вы находитесь в городе деревни Ликвази именно здесь начнется ваше путешествие в городе у вас будет много возможностей взять задание на выполнение самых важных могут уйти усилия нескольких поколений Миф о происхождении Когда-то на Уванда Матери деревья найти Умаму Тень ветвей Умамы Матери деревьев Ее присутствие сдержало погоду которая предстояла стать лишь после событий которые предания называют смертью Умамы На землю обрушилось безжалостные ветра и хаос жестокий буль Мы обитали на западных границах Уванда А значит Умамы лежало где-то к востоку Вместе мы были караваном МК Пуск следов Умамы была целью которая оправдывала тяготы странствия Нам было трудно представить себе мир который не кристалли прекращающие ветра фитхи Но волю к жизни на нас стала надежда все-таки Помогать другим вы улучшаете свою репутацию и сможете сделать удивительное открытие можете покинуть леквазию если готовы Так у нас подождите враг Бегорн Надо посмотреть кто у нас Здесь показаны ваши предметы Не забывайте учитывать вес вашего снаряжения его стоимость или важную пользу Здесь также можно следить за здоровьем караванщика и выдавать им предметы Так корень джим бакрита свернувшись о щупальце внешне похоже на корневой плод вкус у него совсем другой Что-то ценное можно отдать травяное снадобие 50% восстановление хп 14 строк со строгой и рифмовкой Саннет Липкая смесь отравительный запах который влияет на растение А то есть вылезет что-то да 18 урона цель умрет Так Способность снижает передвижение до стоимость передвижения это прикольно Получает на 25% меньше урона Начинает боюсь с эффектом восстановления здоровья Хорошо Сопределение физическому урона Сопределение физическому урона увеличен на 50% То есть она в принципе на передних линиях можно поставить Как и нашего чувака Так Так Это наш инженер ботаник Получается рассказчик который с нами постоянно Наносит на 50% меньшего урона следующей атакой То есть первые насмешка у нас 16 Следующая атака у него будет меньше Получает 3 единицы чистого урона к концу хода За каждый заряд игнорирую щит Снижает стоимость передвижения на 2 на протяжении 10 следующих ходов Караван теряет надежду если здоровье этого бойца падает ниже 75 Ну он бард Понятно Короче следить надо за бардом Так Сопровождающий Препутация сменить позицию Да Вот так вот оставить Это позади ребятам будет Так Эхо птичьей песен Покрыт мхом Стены и подвижные тени Внезапное время Зачищают от нас Фитхи Храбрости покинуть Кору Лаквази Хватало только у караванчик безумцев Так Доска с заданиями Кристо Здесь мы можем это Здесь вы можете обменить очки памяти на знания чтобы получить ваши караваны Для доступа некоторым заданиям нужно раздобыть определенное количество фрагментов Так Вес Удобное село Покование снов Носим урон Щит Живание Все это требуется Мир Прилично здесь прокачивать Доска с заданиями Так Понятно Короче надо уходить и смотреть В отличие от прошлых караванов Эти проводили без почетного караула Без рукопискляний Без жертв богам или благословений Если не считать напутственных слов Их принес единственный советник У него не было выбора И 14-й караван отправился в Фитхе Полный безвестности Нам показалось что мы будем последними Но в каком-то смысле мы стали первыми Прикольно Земля у Ванда огромная и постоянно меняются На карте региона показаны ключевые ориентиры для экспедиции Пользуйтесь ими когда сходите продолжить маршрут Ладно Цель и атаки активные задания отображать на карте Суда Если у мамы и вправду существует она должна находиться на востоке Но караванчикам предстоит выбрать набраться сил и преодолеть много опасностей Прежде чем они до нее доберутся Можете закрыть карту Спасибо Мусавинкоси был ближайший к Леквази городом деревом Пока Мка очень любил свежие новости из других деревьев Поэтому караванщикам не станет что найдут здесь приют и отдых Окей Мы отметили это место посетить его казалось хорошей идеей Хорошо Матери найти и по дороге Мусавинк достичь Мусавинкоси Это по дороге да? Это вот сюда Пойдемте Так Что у нас здесь Вот эти вот кактусы граница Тихонько двигаемся Стой Вот это что у нас Ага Пополняем нет А вот это вот Какие-то Один в темной ночи до нас донес странный дрожащий звук исходящий из ниоткуда К нам неуверенной походкой двигалось существо издавающее звон колокольцев Тущий Нелепый странник маски ухаживший на свет нашего костра Муж схватили за оружие Но он не обратил на нас внимания Продолжил слепо идти вперед Дайте ему пройти Мы успокоились и мы проводили несчастным взглядом Осталось лишь пожелать ему быстрой смерти в пустыне Но никто не мог знать какая участь готовит его судьба Непонятно да Так здесь сражение я вижу А где у нас Я не вижу где у нас К сожалению Так Давайте сразимся здесь Ну что ребята Давайте на этом остановимся И в следующей серии мы увидимся вместе с вами Хорошего настроения Всем Ребята Всем Спасибо